раз-раз как меня слышно всем здравствуйте говорят что слышно отлично приглашаю юлию кимова сегодня мы с ней вместе проведем прямой вот юля здравствуй я тебя почему-то хорошо может быть у меня не очень хорошо как нас лучше всем добрый день слышно ли нас потому что когда ты подключался я слушала что ты говорила у меня квакала лично я поэтому переживаю насколько у меня хорошо слышно как нас хорошо слышно как слышно юлю напишите пожалуйста от 1 до 10 как хорошо слышно юли замечательно юля квакает милю хорошо я вот так и поняла когда ты мне стало я сейчас не успею ехать куда-нибудь ну давайте в любом случае начнем можно мы можем кажется дать немножко время чтобы ты куда-то доехала вот если тебе очень хочется вот но в принципе мы можем начать если что и буду говорить больше я мы планировали этот прямой эфир вопрос форм форме формате вопрос-ответ вот мы буквально 15 дней назад две недели назад с юлию вернее у нас уже был был проект игра и на проекте игра сегодня немножко об этом расскажу у нас было два образовательных и сейчас есть два образовательных продукта первый продукт связан с обучением в вопросах предназначения личного дела у нас есть такое подпольное название 3d дело действия деньги вот и продукт который связан с тем как сделать так чтобы любимым делом максимально масштабировать вывести его до планетарных масштабов вот там есть определенные этапы и у нас через это обучение прошло порядка где-то наверное двухсот человек вот и после этого еще в процессе мы запустили продукт который называется игра в грядке все это мы объединили одним словом игра почему потому что нам кажется что очень классно когда люди к своей жизни относится несколько играючи тогда нету такого вот излишнего такого ожидания что ли всего и если человек относится к жизни играючи то он может попробовать тебя совершенно разных ролях и тогда возможность вернее вероятность того что человек будет счастлив во всех областях жизни очень сильно повышается второй продукт игра в грядке автором его является юля через него на сегодняшний день прошло уже очень большое количество людей что-то как-то давно не подсчитывали у нас уже по моему четвертый да или какой там поток идет вот юля ведет личное сопровождение этих людей помимо записанного базового блока обучения вот и уже есть очень классные результаты буквально недавно делились хотя делимся мы этим не часто вообще всем как-то делимся не очень часто и решили это дело исправить вот такие вот мы какие-то не знаю не не медийные не публичные люди вот и поэтому нас вот все все время ругают говорят нам выходите больше в интернет рассказывайте больше о себе а мы вот как-то все между по старинке по старинке по старинке вот но сейчас буквально две недели назад мы запустили в рамках проекта игра еще один продукт который связан с возможностью с возможностью продукта в сфере финансов вот и одна из таких самых узких и сейчас максимально быстро развивающихся это игра в карты и не только да вот и поэтому сегодня хотели в рамках этого прямого эфира еще раз об этом рассказать чуть-чуть и ответить на вопросы потому что наверняка здесь много людей вообще очень много вопросов для начала сейчас юля передам слово скажу о том что за две недели вот вот именно вот в этом разделе игры карты подключилась порядка 13 тысяч человек то есть этот проект очень стремительно развивается есть определенные шероховатости вот но это все отладится все наладится мы всегда очень любим всей шероховатости трудности нам кажется что в трудностях люди закаляются остаются самые стойкие те которые действительно хотят заработать хорошие деньги а в принципе этот проект про то как можно на бесплатными очень клевом продукте заработать хорошие деньги юля расскажи что это за продукт чем он тебе нравится почему он тебя так вдохновляет ты сегодня для своих подписчиков у меня берешь интервью что хорошего пока мы тут находились кстати в год где-то не знаю где где-то и создавать грядки денег я кстати начала писать книгу да и бог может быть в скором времени когда выйдет вот такая прикольная получается штука потому как делать спалахи чтобы ваши коллажи сбывались но сколько вообще в жизни я не проводила разных тренингов по коллажам и целям да по материальному миру и по соединению у людей в разные эпохи разные запросы если до пандемии кстати очень много было запросов на духовность то сейчас после пандемии очень много запросов просто на материю на материальный мир и действительно как то не только мы в нашей стране данные в остальных странах финансовая ситуация осложнилась и тут на на фоне всего этого нам тут смели прилетает очень классное предложение прям сверху вот на том чтобы на бесплатном продукте ребят на бесплатном продукте на очень понятном продукте на очень понятные сервисе и услуги на картах банковских на страхование на рефинансирование что тоже интересно да на ипотеке на осаго на том что чем мы пользуемся каждый день и пользуются наши знакомые друзья они так этим пользуются но если они будут пользоваться через нашу рекламную платформю через платформу игра и друзья ваших друзей их будут пользоваться и дальше по рекомендация все будут пользоваться именно через нашу платформу ониuta пользоваться такими же самыми услугами теми же банковскими картами тем же страхованием просто там вот делают сделают на одно движение больше перейдут на все эти платформы через наш рекламный шлюз, то, соответственно, со всего этого мы с вами можем забрать очень большой кусок пирога классного рынка, который уже сформирован, на котором за год идет более 100 миллиардов оборотов, потому что делается 41 миллион штук ОСАГО в год. Далее у банков рекламные бюджеты годовые на выпуск карт, рекламные бюджеты годовые на выпуск карт идут по 30 миллиардов рублей, а у нас на платформе несколько карт, вернее, несколько банков и много предложений по картам. Если мы с вами выйдем на этот рынок грамотно, сплоченно, командой, классно, красиво, то достаточно быстро мы сможем его охватить, и вот те деньги, которые предназначены на рекламу, они пойдут не на телевизор, не на интернет-трафик, не куда-то в какие-то места, а они пойдут через нашу сеть, которую мы с вами можем создать, да, из друзей, друзей, друзей и так далее, тем, чем мы любим заниматься по сети. Поэтому мы не смогли пройти мимо этого предложения, честно, когда мы сидели с Милей на встрече и слушали про эту индустрию. Я понимала, что мы в предыдущей компании делали один миллиард оборотов в год, да, вот в два последних года, в лучшие времена, вот, которые там были. И при этом у нас в компании было, ну, около, там, шесть, семь человек, которые зарабатывали, там, более одного миллиона рублей в месяц, там, кто-то зарабатывал пять-шесть миллионов рублей в месяц, это при том, что мы делали один миллиард в год. Если сегодня в проекте игра мы сможем выйти на этот рынок красиво, и мы сможем делать один миллиард в месяц, да, то, соответственно, миллионеров может быть действительно значительно больше, а это не такие уж сложные деньги, это очень-очень понятная, понятная услуга совершенно, она бесплатная, ребят, здесь не нужно что-то платить, не нужно вкладывать там десять тысяч долларов, не нужно вкладывать тысячу долларов, не нужно что-то покупать, ты здесь оформляешь очень понятную, бесплатную для нас с вами услугу. Самое главное включить голову и эту бесплатную услугу оформить хорошо. Или можно новости рассказать на твоем аккаунте, чтобы все вокруг приходили к тебе и смотрели. Вот, все равно есть люди, которые слушают в первый раз. Получается, что когда ты услышала об этой возможности, я сейчас хотела интервью, то есть получила об этой возможности, ты как всегда поняла, что много людей на этом могут заработать хорошие деньги. Простые люди, простые. Потому что в мире денег во время пандемии меньше не стало. Но пострадало, как всегда, больше всего те люди, у которых и так до этого было не все хорошо, и поэтому они пострадали. То есть фактически деньги перетекают из одних рук в другие, но вот их какой-то прослойка населения, она всегда почему-то страдает. Юле всегда, кстати, за этих людей очень обидно. И она всегда хочет, чтобы люди зарабатывали больше, чтобы люди сменили свою парадигму относительно денег, чтобы люди, не знаю, не работали на кредиты, долги и вообще как бы не видя ничего, чтобы человек больше отдыхал, больше видел. То есть когда ты услышала эту возможность, ты поняла, что опять есть такая возможность людям заработать на этом денег, особенно если в это включиться при помощи сетевого маркетинга, при помощи там всяких партнерских программ и штук, которые мы хорошо умеем делать. То есть мы как бы рады людям помочь, но можем помочь только теми способами, которые мы сами хорошо умеем делать. Так? Ладно, ты сама тоже это все поняла, сидела тоже на меня глазами стреляла. Мы обе это поняли. Конечно, когда мы тогда в ту встречу с Юлей мы сидели вот так вот рядышком, я все время так на нее поворачивалась и дальше смотрела на Диму, который нам рассказал, потом снова на Юлю поворачивался, она на меня поворачивалась. В принципе, мы чувствовали одно и то же. Мы эти чувства испытывали, господи, все время забываю этот год, в 2007 году. В 2007 году? В 2006? В 2006. Ну, это был тоже, кстати, конец года, когда впервые мы услышали, что в России есть пенсионная реформа, что есть возможность перевода накопительной части из государственного пенсионного фонда в негуставство, и на этой возможности можно заработать денег. И тогда на вот этой вроде бы такой теме бесплатной, государственной огромное количество людей подняли очень хорошие чеки. Да, были люди, которые не хотели оформлять перевод накопительной части, как есть люди, которые не хотят оформлять банковские карты, но нашлись те, которые придумали систему. Нашлись те, которые капли за каплей, подъезд за подъездом, не знаю, квартира за квартирой, они делали свое дело, и благодаря нам тогда родилось большое количество миллионеров, очень молодые ребята, зарабатывали деньги. То есть появилась новая профессия, да, сформировался новый рынок. И когда мы с Юлей слушали ребят, мы опять почувствовали, что это похоже на это, но это явно будет развиваться быстрее, потому что интернет, потому что рынок готов, потому что ситуация в мире такая. Ну, то есть много пазлов сложилось. Но есть нюансы, да, есть нюансы, как тогда с пенсионной реформы были нюансы, и ты понимал, что либо ты эти нюансы учтешь в своей работе, что ты будешь этому придерживаться, и тогда будет результат. Здесь в работе с банковскими картами, в работе со страховыми продуктами, с брокерскими счетами, рефинансированием, тоже есть нюансы. Я хочу, чтобы сегодня Юля об этих нюансах очень четко рассказала. То есть, если вы просто будете раскидывать ссылку, люди будут просто регистрироваться, это вообще не будет никаким гарантом того, что вы заработаете деньги. Но есть нюансы, усвоив которые и применив которые в работе с людьми и с партнерами, гарантированно будет очень классный результат. Поэтому давай ты про эти нюансы расскажи. Могу, о чем хочу рассказать? Расскажи. Ну, про то, что как должны быть оформлены карты и так далее. Хорошо, хорошо. Девушка сейчас не видела кто. Просто вчера с Дашей разговаривала, как фамилия, у Гульнары, Рупи, да, Федора. Переписывались мы с ней. И вот как раз девушка сейчас написала, что не все хотят оформлять банковские карты. Ребят, там не все у нас гладко сейчас в проекте игра. Денис, тебе большой привет. Мы за тебя горой. Я знаю, что ты сейчас слушаешь. Программист основной человек, который вообще влияет на всю IT-часть. Он тоже сегодня с нами в прямом эфире слушает, очень переживает за все, что на самом деле здесь делается. И мы зашли сюда потрясающей командой просто. Не знаю, вы можете да, сердечко поставить. Денису благодарность. На самом деле на крутой платформе. Так вот, хочу вначале ответить на вопрос. Ребят, мы с Милей и еще с ребятами, нас всего пятеро, мы не хотим создать идеальную компанию. У нас нет этого цели. Да, если бы мы хотели создать идеальную компанию, наверное, мы бы, не знаю, шизофрениками были, и мы бы сейчас не в прямом эфире с вами находились. Давайте с вами изначально на старте решим, что мы с вами делаем. Мы лично хотим компании, в которой огромное количество миллионеров. И идеальная компания, и компания, в которой огромное количество миллионеров, они отличаются друг от друга. Теперь, исходя из нашей цели, да, вы должны понимать, что в нашей голове, чтобы присоединяться к нам или не присоединяться, и вообще посмотреть, куда мы идем. Теперь смотрите, не все люди хотят... Да и хорошо, что не все хотят иметь. Ребят, если бы все хотели иметь банковские карты, и все бы легко их заказывали, нафига мы нужны банкам? И нафига банк нам платить 30 миллиардов? У банков было бы все хорошо и без нас. Они бы создали трафик, они бы создали ботов, которые бы автоматически отвечали. И зачем им Вася Пупкин, который живет в селе какое-то, которому нужно заплатить сейчас, не знаю, 200 тысяч рублей, если все вокруг и так хотят заказать их банковские карты? Ребят, вы немножечко поймите, что деньги большие, да? Вот мне тут две недели пишут, Юля, можно я стану вас миллионером? Вы немножечко вдумайтесь, что большие деньги, они на больших возможностях. А большие возможности человеческого ресурса мы с вами в 21 веке живем. На самом деле настолько все запрограммировано, и везде есть роботы, что человеку достаточно непросто сегодня в современном мире найти какую-то лазейку, где он может заработать на каких-то своих человеческих факторах. Деньги, ребят, потому что все идет к автоматизации. И очень хорошо, что у банка есть проблемы. Очень хорошо. Он за эту проблему, каждый банк платит 30 миллиардов в год на рекламу, потому что он хочет решить эту проблему не своими руками. И когда вы говорите, что я там подожду, когда, не знаю, там все будет идеально работать, да, когда все будут хотеть, когда все будет просто, когда на той стороне банка будут девочки, не знаю, мне кажется, это утопия, да, вы присылаете своих клиентов, а девочка сидит в банке и говорит, да, конечно, сейчас мы Иванову Ивановичу в проекте «Игра» отправим сверху и отправим деньги. И все это гладенько. Я могу сразу сказать, как один из основателей этого проекта, ребят, давайте вернемся на землю. Если мы хотим больших денег, то должна быть какая-то проблема большая, которую мы решаем как компания. И за эту проблему нам финансовые институты, именно за решение этой проблемы платят деньги. Если у них все хорошо, мы им нафига не нужны. Поэтому, когда люди не хотят карты получать, и они не понимают разницу, да, наличкой расплатиться в магазине пятерочка, или с карты расплатиться Альфа-банку пятерочка, это и хорошо, что заходишь в магазин, и все еще с наличкой ходят. Радуйтесь, у нас с вами есть потенциал сбора, ну, потенциал на этой индустрии, вот на этом сегменте заработать большие деньги. Когда все вокруг ходят без налички, а с картами, и все разбираются в банковских картах, у нас с вами здесь ноль возможностей заработать хорошие деньги, потому что это возможности уже кто-то воспользовался. Почему мы сегодня смели здесь, да, почему, когда ребята это слышали, мы, ну, мы увидели вот то, что есть, мы понимаем проблему банков, мы понимаем, что им нужны клиенты, мы понимаем проблему человека, что он ничего не понимает в банковских картах, и с ним нужно рядышком сесть и поговорить, именно за это вам платят деньги, именно за это нам с вами платят деньги, что мы не просто ему скидали ссылку, да, иди сам разберись в WhatsApp, если бы такое время было в России, то, наверное, бы банки сейчас не платили по 2-3 тысячи рублей за то, чтобы кто-то сел с Иваном Ивановичем и спокойненько с ним разобрался. А какую тебе карту надо? А ты вот сюда перейди, через наш шлюз на банке, а вспомни там, в каких банках ты был клиентом, в каких банках ты не был клиентом. Кстати, хорошая новость. Можно новость сказать? Вот, с Димой разговаривала перед эфиром, и ребята сказали, что они, у нас будет скоро кнопка, по которой человек, вбивая свои данные, паспортные, фио, дату рождения, сама наша платформа-игра будет ему предоставлять данные, где он уже был клиентом, да, а где, какие банки ему откажет в кредитах, а в каких банках он клиентом не состоит, да, какие банки рекомендованы, и, ну, чтобы вот этой путаницы не было. Так как объем идет большой, и действительно, я вообще, не знаю, очень горжусь ребятами, которые это все создают и продолжают создавать, и смотрят на все проблемы, которые сейчас стекают, да, за 2 недели. Конечно, мы за то, чтобы все оптимизировать. Конечно, мы со своей стороны будем просто очень сильно стараться, чтобы вам было легко, да, чтобы у вас скорость была большая, и с сегодняшнего дня вы увидите суперновацию, о которой мы сейчас не скажем, но которая увеличит очень сильно вашу скорость, вы сами ее сейчас увидите. Вот, а вот насчет вот этой кнопки, чтобы вы, человек, любой клиент, который заходит к нам на платформу, он вбивал и понимал, да, куда ему идти, какую карту точно ему оформлять, и за эту карту точно будут выплаты. Вот, это все можно осуществить, ребята, это все узнали, это все, ну, придумано, как они сказали. Мне нравится, когда они говорят, это же все уже придумано, это же все можно сделать, давайте это сделаем. Так что, конечно, мы будем усовершенствоваться, конечно, все будет легче и легче для того, чтобы скорость охвата этим рынком, она была больше и больше. Вот, а что нужно было, Миля, рассказать-то? Ничего не рассказывай, да? И все, давайте подытожим, что, за что, да, за что на сегодняшний день в проекте «Игра платят деньги» и на чем реально можно построить партнерскую сеть. На сегодняшний день в проекте «Игра» платят деньги за то, что вы пригласили, оформили, зарегистрировали человеку продукт, которым он ранее не пользовался. То есть, если благодаря вам человек стал клиентом какого-то банка, что значит «стал клиентом»? Это значит, что он не просто с платформы перешел на форму заполнения заявки. Это не значит, что он просто отправил заявку в банк. Это значит, что он реально стал клиентом через нашу платформу. То есть, ему на руки пришла карта. Либо он, помимо того, что получил карту, сделал первую транзакцию. Либо что-то. То есть, все вот эти условия, они прописаны на картах в момент оформления. И что важно, да, за что платят банки? Они платят нам за то, что мы человека довели до результата. То есть, хочется, чтобы вы это осознали. На сегодняшний день у нас сформировано порядка 13 тысяч заявок. Но мы прекрасно понимаем, что эти 13 тысяч заявок, которые сформированы, они не конвертируются в 13 тысяч выпущенных карт. Ну, потому что, как бы, стопроцентная конверсия, конечно, возможно, но все равно кто-то не дойдет, кому-то откажут. Выяснится, что вроде бы я все данные заполнил, но я был уже клиентом этого банка. Соответственно, нам, как платформе, за это оформление не заплатят. Наша задача заключается в том, чтобы сделать 100 из 100. И вот та новость, которую сейчас рассказала Юля, о том, что будет еще дополнительный фильтр, который будет показывать человеку, а где он был клиентом, где с высокой вероятностью ему дадут карту, где не дадут и так далее. Это все для чего? Это все для того, чтобы 13 тысяч заявок сконвертировалось в 13 тысяч выдачи, понимаете? Потому что нам платят только за результат, за правильно сделанный результат. Когда-то в пенсионке мы сдавали по 25 тысяч договоров, но из 25 тысяч договоров, например, 2,5 тысячи фонд мог просто не принять. Почему? Потому что подпись была поставлена не там, ошибка была в имени где-то совершена, или, например, там еще какие-то косяки были. То есть нам платили только за качественно выполненный результат. Я хочу, чтобы вы это услышали, что вы этой темой сможете воспользоваться только при условии, что вы, во-первых, сами на себя грамотно, качественно оформите карту, а не так, что я зарегистрировалась, ой, да вообще бог с ним, что я там оформил. Я в первую очередь сама качественно приобретаю здесь продукт. Я и пару карт себе здесь возьму. Одной картой буду пользоваться для совершения покупок в продуктовых магазинах, другой картой буду пользоваться, например, для того, чтобы за границу летать, да, или просто куда-то летать, или может быть на АЗС буду расплачиваться ей. Я сама себя оформлю. Потом, когда у нас в сентябре включится ОСАГО, я свое ОСАГО оформлю, либо ОСАГО своему мужу, либо там, я не знаю, папе, брату, свату, ну в каком-то окружении какой-то продукт на себя. Я через себя пропущу возможность оформления продукта на этой платформе. Потом вот к качественному оформлению карты и продукта я научу свою первую линию. То есть я научу свои первые 10, потом еще 10, потом 100 человек. И если я буду качественно делать это, и моя задача, чтобы мой наставник получил комиссию за мое оформление, то тогда мои люди будут меня дублицировать, они будут делать то же самое. У нас есть очень хороший пример, у нас есть очень хорошая девочка, с которой мы когда-то работали в пенсионке. Она когда вообще пришла, она говорит, я людям обещаю очень простую возможность. Хочешь, я научу тебя зарабатывать дополнительно 10 тысяч рублей в месяц? Сейчас я тебе расскажу как. Тебе нужно на себя оформить 5 карт, например, да, и потом научить своих людей оформлять по 5 карт. Если там, ты сделаешь так, твои 10 человек сделают так, твои там и так далее, то ты там гарантированно заработаешь на этом 10 тысяч рублей. И мы понимаем, что создав вот такую качественную работу с собой и со своими людьми ближайшими, и потом это помножив на систему, качественно поставленную внутри своей структуры либо в городе, у человека будет 100% очень крутой результат. И мы видим, что за 2 недели старта с ошибками, с проблемами, да, с какими-то там косяками, но без которых не бывает, потому что мы взяли, пришли к ребятам, сразу влили в них большой поток. Это нормально. Иначе бы мы им тоже не были нужны, да. Всегда для того, чтобы оттестить систему, нужен какой-то поток, ну никуда, чтобы прочистить, не знаю, фильтр, нужно пропустить какой-то определенный объем воды. Это нормально. Так вот, и уже за эти 2 недели, казалось бы, работы с косяками у нас уже есть человек с чеком в 150 тысяч рублей, человек с чеком в 100 тысяч рублей, человек с чеком в 70 тысяч рублей и так далее. И это мы только-только начали. Поэтому мы вас приглашаем включиться в нашу тему. Но не просто включить, мы приглашаем включиться в нее качественно, полюбить вот это качество на старте, не хайповать, а реально стать профессионалами своего дела и по такому же профессионализму научить людей вокруг себя. Тогда реально будет результат. Что еще добавить? Кто последний не получит ничего? А кто у нас последний? У нас проекты 2 недели. Куда смотрим, туда и едем. Когда-то меня муж учил кататься на снегоходе на горном. Кто катался, тот понимает, что там вообще просто малейшее движение тела, снегоход просто повторяет твое движение тела. А у меня есть, когда я на квадриках катаюсь, у меня есть такая привычка в какие-то сосны заезжать и разбивать мужу технику. И когда я села на снегоход, там же скорость больше, вроде и снег, и легче всего получается, то я еще лучше поняла вот этот принцип, потому что когда смотришь на сосну, ее боишься, и в этот момент думаешь, как ее объехать. Не знаю, как так получается, но твой снегоход вместе с тобой едет конкретно на эту сосну. И он мне сколько раз там первых, он мне говорил, Юль, ну прекрати смотреть на сосны, ну ты смотри на поля, на дороги. Куда смотришь, туда и едешь. То есть не нужно тебе вообще видеть эти сосны, ты должна видеть классную дорогу. И есть очень много, это, не знаю, это было для меня просто, ну, во-первых, это очень просто, да, объясняется. Во-вторых, это очень хорошо объясняет жизненный принцип. Вот мы запустили проект, и сейчас куда вот вы смотрите, вот вы туда, ребята, едете. Если вы смотрите сейчас на старте на тех, кто будет последними, ну я не знаю, это как нужно сегодня быть где-то последними, вообще кто он будет последний. И мы не собираемся на картах останавливаться, мы собираемся на другие страны выходить, с образовательной платформой выходить. Где они последние, не знаю. Насколько длина вашей жизни, что вы успеете увидеть последнего, я тоже не знаю. И зачем вам это, я тоже не знаю. И зачем вы туда смотрите, тоже не очень понятно. Вопрос еще был про, вообще мы в самом начале, да, и я людям своим и себе говорю, выбирайте людей с очень большими целями. Часто повторяю, нет плохой работы, нет плохого проекта, есть плохие цели. Если в голове у меня очень все маленькое, то я хожу и расстраиваюсь. Банк мне там попросил взять другую карту, я расстроился. Знаете, у Абрамовича проблема другого масштаба. Он не расстроится от того, что банк его попросит взять другую карту. Да, у него там миллиарды теряет и при этом не расстраивается. Но при этом человек, который расстраивается, он очень хочет где-то заработать миллион. Ребят, ну вот это же не состыковка. Я хочу доходы на миллион, а расстраиваюсь из-за проблемы, которая стоит 3 рубля. Вот если я расстраиваюсь, если меня проблема стоимостью, не знаю, полторы тысячи расстраивает, то потолок мой полторы тысячи рублей, ребят, в день. То есть это настолько адекватно. А если ваш человек расстроился из-за этого, то я бы с ним ставки сегодня не делала. Он может получить карту, он может быть классным клиентом, он может быть классным учителем, он может быть кем угодно классным на самом деле. Но если он, войдя в бизнес, он расстроился из-за чего-то, а вы собрались с ним до миллиона дойти. Если вы собрались до миллиона дойти, то ваш первый эшелон должен хотеть минимум 700-800 тысяч, а лучше тоже миллион. И тогда как бы есть смысл в этой команде объединиться. Если Миля вдруг скажет, что я хочу 30 тысяч в месяц, то я пойму, что... Или я скажу, да, Миля, я тут, знаешь, 30 тысяч в месяц хочу. Или там я расстроился из-за проблемы в 10 тысяч рублей. То понятно, что что-то, что-то, не знаю, очень странное случилось в нашем с ней тандеме. То есть ваши люди, вот те, вот ту команду, которую вы сегодня собираете, вся страна перед вами, да, вот, ну, все люди перед вами, проект только начинается. Регистрации всего, ну, сейчас, наверное, не 13, 13 тысяч у нас было позавчера, не знаю, тысяч 15-16, вот. И это всего совсем чуть-чуть. Поэтому выбирайте людей стойких, выбирайте людей, которые действительно хотят чего-то, и они этого хотят. Когда я что-то хочу, я, ну, не очень сложно расстроиться, потому что, ребят, знаете, альтернативы-то особо нет. Ну, ладно, расстройся давай, да, что тебе там, что там, из-за чего у нас расстраиваются. Ссылки не приходят, на сегодняшнего дня у вас расстройства этих не будет. Не буду форсировать, да, но реферальные ссылки будут приходить быстро. Так, это расстройство всей сети уйдет. Что там, банки там две недели деньги не выплачивают после сверки. Ну, ладно, это расстройство как-то тоже переживем. Вот. Ищите тех, которые могут идти, да, у которых я понимаю, ну, а куда вот, где я сейчас могу быстро заработать миллион, два, где я могу к Новому году пять миллионов заработать. К нам-то продукты с мили, да, с большим, с большими возможностями приходят не каждый день. Вот. А я не думаю, что к вашим знакомым вокруг, да, им каждый день стучатся в дверь возможности, такие как проект-игра, где достаточно просто, достаточно понятно, можно заработать очень хорошие деньги. Ребята, очень хорошие деньги. Вот. Но кто это видит, тот видит. Ищите тех, ищите зрячих, да, мы в самом начале ищите зрячих. Ищите тех, у кого глаза уже и видят. Вот. Спрашивайте у них, что они хотят. Ключевой вопрос, это не есть у тебя, кстати, карта, да, когда я подписываю людей в бизнес, в любой, могу вам этот лайфхак свой дать, потому что часто спрашивали, а как мне подписать человека, а с каким предложением мне к ним прийти. Я не спрашиваю, есть ли у тебя карта. Я, конечно, спрашиваю, пользуешься ли ты банковской картой, потому что если ты не пользуешься, то вообще странно. Дальше продолжать разговор. Придется еще рассказывать про продукт. Вот. Но пользуешься, пользуешься. Рынок такой-то. Слушай, людям платят. Мы можем этот охват рынка захватить. Вот. Сколько ты хочешь? Какие у тебя планы на ближайший год? Сколько ты денег планируешь заработать? Вообще, это мой ключевой вопрос в подписании в проекты Грамм. Какие у тебя планы на ближайшее время? Вот о чем важно вначале спрашивать. Чтобы потом понять, на какой уровень проблемы он расстроится. Если у него планы на ближайшее время, не знаю, там, закрыт кредит 7 тысяч рублей, то вы должны ожидать, ну, вот от этого человека, что он будет расстраиваться. То есть, как-то вот ложных иллюзий, на миллион вы его не потянете. То есть, ну, приходит... Голову очень сложно растягивать. Вам нужно желательно найти готовых ребят. Вот ищите каких-то классных людей, которые хотят. Их сейчас очень много. Очень много людей хотят сейчас заработать деньги. Очень много людей хотят успеть, там, не знаю, съездить на море в ту же Турцию. Очень много людей хотят впереди Новый год провести его классно. Не под грузом всех проблем кредитов и долгов. Очень много людей хотят к Новому году, понятно, заработать денег. И они будут стойкими, они будут стоять. Их там, ну, не пока... что там... не уронит где-то что-то, потому что альтернативы нет. Ну, ладно, уйдете вы сейчас из проекта игра. Куда? У меня вопрос ключевой. Да? Вам. Ну, хорошо, расстройтесь, да, идите подождите. А с кем вы будете ждать? А что у вас там есть? Куда вы пойдете? На работе вы и так работаете, вам вашу зарплату выплатят. Мы вам предлагаем дополнительно заработать. Ну, если бы были альтернативы, ладно, я бы понимала, что можно расстраиваться. Ребята, где альтернативы-то? Вот. Поэтому, если вы так будете разговаривать со своими людьми, ну да, можно посидеть, ну, можно подождать. Ну, и что ты высидишь, что ты выждешь? Новый год ждать не будет. Это ты можешь посидеть, подождать. У человека очень нескореженное мышление. Ему кажется, что он сел ждать, и время остановилось. Время тикает, часы тикают, и Новый год приближается, и ваши детки захотят подарков. И вообще все-то движется навстречу вам. Вот. И груз того, что вы захотите, тоже движется навстречу вам. И от того, что вы сели там и сделали фильм на попу ровно, ну, как-то нам все равно, потому что в этот момент движутся другие люди, да. А вот вы у себя спросите, вам-то это зачем? Поэтому хорошенько подумайте, чего вы хотите, какое количество денег вы хотите заработать в ближайший месяц, в ближайшие три месяца, к Новому году. И возьмите своего наставника, человека, который вас пригласил, позвоните ему сейчас после эфира и скажите, слушай, наставник, расскажи-ка мне, как в проекте «Игра» мне заработать сто тысяч, пятьсот тысяч, миллион, десять миллионов. Какие действия мне нужно делать, какие действия нужно делать моим людям, чтобы у меня эти деньги были. То есть как гарантированно мне их получить. Потому что, еще раз повторяю, у любого проекта есть свои определенные нюансы. Здесь вроде беспрецедентная вещь. Продукт бесплатный, все очень просто, вы все данные оставляете на стороне банка, у вас минимальная ответственность. Но есть определенные нюансы. И надо к этим нюансам привыкнуть и этим нюансам свою сеть научить. И когда вы это сделаете, когда вы твердо будете гнуть свою линию, свою политику, у вас будет этот результат. Поэтому потихонечку, да, один плюс один, и в результате будет, как бы, очень классный выход. У меня тут одна девочка, тоже, в которой входит в десятку первых чеков. Очень мотивированная, очень голодная, уставшая от безденежья, долгов, кредитов. Я ее очень хорошо понимаю. Меня тоже когда-то, много-много-много лет назад, это уже, конечно, все забывается плохое, но у меня тоже когда-то щемили кредиторы. За мной ходили эти люди страшные, которые говорили, алло, здравствуйте, день прошел, а у вас три тысячи капнуло сверху долгов банку, да? Вот. И я говорю, слушай, да ты просто, не знаю, скажи им, ребятки, считайте там свои проценты, не обсчитывайтесь. Скоро я заработаю деньги. Ты, главное, говорю, настроение свое держи, потому что настроение, настрой, он очень много значит. И все возможно, все абсолютно реально. И в итоге этот человек прет, несмотря на трудности, несмотря ни на что. Все-таки степень вашего желания заработать деньги, ваш голод, он значит много. Подумайте, абсолютно все реально. Сядьте и посчитайте, какую машину, какую квартиру, какой дом, какой Новый год вы хотите. Сколько это в конце концов стоит. Это все стоит определенно. Ты же сейчас на тренировке была, с тренером своим разговаривала. Он такой, типа, а что ты вот хочешь? Я говорю, ну, какая у тебя там дальше цель? Ну, вот, знаешь, я говорю, хочу дом, но вот дом, который я хочу, стоит сто миллионов. Сто миллионов? Я говорю, да. Что там можно купить за сто миллионов? Я говорю, я знаю, что можно купить за сто миллионов. И другой мне уже не хочется. Он просто подвисший немножко такой висел. Он говорит, слушай, а что, какой потенциал-то у проекта игра? Я говорю, ну, вот Юля сказала, в принципе, к концу года миллион клиентов сделать реально. Соответственно, обернуть оборот миллиард реально. Я и верю. Юля раз посчитала, она все равно по жизни является моим таким наставником. Я и верю. Вот. Какой как бы от этого мой кусок? Я тоже как бы посчитала. Поэтому сядьте со своим наставником. Вы хорошенько это дело просчитайте. Вот. И все будет. От ваших целей очень много зависит. От того, какие картинки в вашей голове, какие образы ваши, насколько они вам близки, насколько они вам дороги, насколько вы не готовы от них отказываться. От этого зависит ваша скорость, ваше настроение, количество часов, которые вам достаточно спать, потому что все остальное время вы спать просто не можете. Вот. Поэтому... Юль, у тебя есть еще что сказать? Вчера проводили прямое сопровождение по грядкам. Есть такой у нас продукт. И там сейчас проходит материальный мир. С ребятами три месяца идет само сопровождение. И что-то вчера... Первый сентябрь новый поток. Новый поток, да. Вот. И вот что-то меня вчера прошибло на то, чтобы сказать людям, что ребят, вот вы живете свою собственную жизнь, да, вспоминайте свою ценность. И когда вас кто-то хочет стащить, есть такой потрясающий тренинг. Мы с вами соберемся обязательно, да, у нас смели заклонировать. Старт проекта игра был в феврале в Крокусе. Тут, когда мы ребятам тоже рассказали и Диме Нису и Диме Андрею Васильевичу, что вот мы хотим в Крокусе в феврале собрать 6 тысяч и красиво стартануть с проектом, что к этому времени должно быть вот это, вот это готово. Что их тоже так зажгла эта мысль. Вот. И может быть там я это как бы проведу, да. А вот можете сами попробовать провести. Я вот вам про снегоход сегодня рассказывала, а еще расскажу вот про что. Вот поставьте, пожалуйста, какого-нибудь, возьмите сильного человека, да, возьмите, не знаю, там, если девочки, возьмите своего мужа. Поставьте его на табуретку посредине комнаты, попросите ребенка, вот если у вас там есть ребенок, 5 лет, 6 лет, 10 лет, да даже просто там взять дочку 17-летнюю, все равно она физически слабее, да, чем ваш муж. Ну вот как бы просто проведите, посмотрите это наглядно, как это работает в жизни. И попросите ребенка своего стащить папу с табуретки. И, вы знаете, проходит иногда 30 секунд, иногда минута, да, мы в зале просили самого сильного, накачанного мужчину, да, шикарный просто тренинг, я его провожу 20 лет. Ребят, ничего не меняется, мы все равно на эти грабли с вами натыкаемся. И прошу выйти в зал, какую-нибудь очень хрупкую-хрупкую девочку, и спрашиваю зала, как вы думаете, типа вот этот мужчина сильнее этой девочки физически, весь зал кричит, конечно, ну это наглядно видно, конечно. Потом мы ставим этого мужчину на табуретку, а девушку просим стащить его вниз, то есть они должны взяться за руки, и она просто его тянуть вниз, просто тянуть вниз, ребят. И 100% на протяжении 20 лет этого сильного мужчину хрупкая-хрупкая девочка стаскивает вниз. Ребят, ну второго как бы не бывает. Поэтому, какими бы вы сейчас сильными, классными не были, вот почему вот эти эфиры стали даже проводить, Миля так переживает за всех вас, меня тут говорит, давай, любишь ты, не любишь, выходи в эфир, рассказывай людям что-нибудь. Какими бы вы сильными не были, какими бы вам, кажется, ваши цели стойкими не были. Почему я постоянно говорю вам, выбирайте людей тщательно, мы в самом начале, убирайте этих нытиков от себя подальше. Ребят, даже самого сильного человека с самыми классными целями. Какой-нибудь вроде слабак, но который тащит вниз, который вам ноет, он вас обязательно стащит вниз. Вот это просто, это физиология, мы так созданы. Если вам кажется, что сейчас вы пойдете спасать нытиков, вы знаете, ребят, они скорее вас в болото засунут, чем вы их спасете. Потому что вниз тянуть значительно легче, чем тянуть наверх. Вот что мы делаем с проектом Игра? Почему мы вообще вписались в это? Мы пытаемся вас вытянуть наверх. Ну как можем, так делаем, ну по мере своих сил. Я сразу сказала, мы не хотим стать идеальными, упаси Боже, мы обычные люди, у нас там обычные семьи, обычная жизнь. Мы просто хотим прикольно прожить свою жизнь. Мы нашли возможность, мы с вами ей делимся. Пытаемся вас вытащить наверх. Ребят, во-первых, цените нас, да, не надо нас самих вниз таскивать. Какими бы мы сильными вам ни казались, нас тоже можно стащить вниз. И это вам не выгодно. Вот. И во-вторых, вас тоже можно стащить вниз. Поэтому если вам кто-то ноет, если вам три дня подряд кто-то пишет, ой, я не могу, это нереально, что-то мне тут не нравится. Ребят, просто в блок его. Это ваша собственная жизнь. Вы можете не впускать этого человека. Блин, да вот не знаю, сделайте на заставке этот образ с табуреткой. Проведите сегодня его у себя дома и поймите, что всех там нытиков просто в блок в своей жизни. Ваша первая линия должна быть самая классная, самая солнечная. Они должны хотеть куражиться, с нами в Версаль поехать, миллионы заработать, на классных тачках прокатиться, не знаю, там раритетных, да, мильпайтем, пальпом, да, от Ниццы до Монако, кортежем. На вертолетах полетать, не знаю, в замках на воздушных шарах. Можно делать такие трипы крутые с вашими вторыми половинками по замкам Луары. Можно делать в Марракеше офигенные просто вечера, крокусы собирать, олимпийские собирать, где что угодно, ребят, можно делать. Но мы все это с вами сделаем, если у вас в первых линиях будут классные ребята, которые не расстраиваются из-за того, что им там что-то где-то сказали, у которых, не знаю, там воздушные шары со своим мужем над в глазах. И, не знаю, там классная машина под попой. Это все жизнь, это все игра, это все как бы наши с вами возможности. Вот поэтому выбор за вами. Если вы будете постоянно с табуретки стаскиваться, у нас тоже не будет сил постоянно вас на место ставить. У нас сейчас 16 тысяч человек, потом будет 60 тысяч человек. Мы вас два раза поставим на место, но потом вы сами просто, ну, голову включите, ну, не сползайте же вечно. Ну, и не идите вы, ну, мы бизнесом с вами занимаемся. Это не благотворительность, вы не мать Тереза. Не ходите и не уговаривайте человека пять дней одну карту оформить. Ну, оформил, оформил, нет, ну, сиди. Это твоя собственная жизнь. Блин, это такой шанс уникальный. У нас время ограничено. У нас идет с вами наша с вами жизнь. Ребят, наше с вами время. Мы пришли сюда, у нас куча возможностей. Но не для того же мы пришли, чтобы сидеть, не знаю, в своей хрущевке однокомнатной с 20 людьми, родственниками вместе рядом и видеть три метра вокруг своего дома. Ну, что это за жизнь? Вот. Нет, это тоже, конечно, жизнь. Можно во всем плюсы искать. Есть такая раздел психологии и есть такие люди. Вот. Мы просто немножко другие. Мы вам честно сразу говорим. Мы не такие. Вот. Чтобы было понимание, какие мы. Мы хотим много всего испытать. Вот. Насколько у вас есть альтернативы проекту? Не знаю. Мы год искали. Пока что вот нашли только это. Поэтому всех зовем включаться. Что-то все равно в конце хочется сказать, что если вы чувствуете, что вам нужно работать над своим сознанием, над своей головой, над своими образами, над своими видениями, очень рекомендую вам включиться в грядки, где Юля, там есть блок, где мы с ней вместе даем обучение, но потом Юля в течение месяца дает сопровождение и ведет вас к вашим же собственным целям. Я думаю, что это самое сильное, что есть в этом человеке. Умение смотивировать даже палку на то, чтобы палка шла к своим целям. Вот. И чтобы она эти цели достигала. И с 1 сентября у нас, кстати, будет новый поток. Поэтому сильно не рекламируем, мы сильно загружены, но... Да, Юля, я буду ругать, что я рекламирую. Но просто я реально понимаю, что деньги, оно все-таки, а деньги, они равны вот к тому, что в вашей голове происходит. И, конечно, надо пропалывать, над этим надо работать, цели надо сажать, образы надо оживлять. Это надо реально делать, потому что за человеком, у которого большое, хорошее образование, все равно большой пласт идет людей, а с людьми надо работать, их тоже надо вдохновлять. Вот. Поэтому информацию о грядках возьмите у своих наставников. Вот. Включайтесь. Одно другому не мешает. Обучение занимает очень небольшое количество времени. Самое главное, оно вам поможет продержаться на том стульчике, чтобы никто вас вниз не стащил. Как сделать... Как стать твердым, да? Как стать сильным? Сильными являются реально люди, у которых сильные и большие цели. И когда они есть, тебе ничего не страшного и ничего такого не происходит, потому что ты знаешь, чего ты хочешь. Вот. Поэтому включайтесь. Это все будет когда-то закольцовано. Сейчас вот у ребят немножко времени побольше станет. Они наши грядки перетащат на платформу, в которую вы сейчас играете в карты. Это все будет в одном месте. Это все будет считаться в едином маркетинге. Подключайтесь, кстати, к телеграм-каналу проекта «Игра». Там есть информация и по картам, и по бизнесу. Сегодня мы сняли три видео. То есть, в общем, работаем. Поэтому будьте в курсе. За нашим эфиром. Будем проводить вебинары. Все будем потихонечку разъяснять. У Юли, кстати, на странице в шапке профиля есть ссылка на вебинар от 12 августа. Это как раз таки был день старта про проекта. Там мы и про грядки немножко рассказываем, и про все рассказываем. Там можете его переслушать, если вам сегодня стало в процессе прямого эфира интересно. Вот. Там и маркетинг дается. Ну и еще раз повторюсь, что просто постучитесь к своим наставникам, попросите их PDF-овский файл. И можем сейчас, кстати, наверное, на нет там кое-какие изменения по названию надо будет внести. Вот. Поэтому... Я бы вам по маркетингу хотела новости же рассказать. Давай в самом конце хоть расскажу. Пять минуток есть. Поэтому рассказывай новости по маркетингу. Там внеслись изменения в ваших названиях. Это уже все сделано. Теперь у вас стоит там статус партнеров бронзовый, серебряный и золотой. Бронзовый – это если у вас 20% с первой линии, серебряный – 30% с первой линии и золотой – 40% с первой линии. Мы тут не сильно придумывали квалификации, но Денис уже все обновил. И у вас там идут прямо квалификации. И есть люди, которые уже дошли до 4%. Сейчас они называются официальными партнерами. Вот те, кто у нас дойдут до 8% будут называться бизнес-партнерами, до 12% – ведущими партнерами, до 16% – стратегическими партнерами и до 20% – генеральными партнерами. Правильно я все сказала? Сейчас надо еще самой это все выучить. Партнер – ведущий партнер, стратегический партнер и генеральный партнер. Мы, честно, очень долго думали, как назвать квалификации, поэтому, ну, как-то вот вроде как-то так по-простому. Нас кто-то, конечно, обвинил, что очень по-немодно, и это, ну, нам кажется, что какая разница, как это называется. Главное, чтобы чеки были хорошие. Чеки были, да. Ну, в общем, вроде такой унифицированное достаточно название. Можно и афишевый партнер быть, и стратегий партнер. То есть, как бы, все переводится очень хорошо на английский язык, поэтому… Да, а теперь сюрприз. Расскажем. Смотрите, когда вы с сегодняшнего дня будете оформлять себе карты, и ваши люди будут оформлять с сегодняшнего дня карты, реферальные ссылки будут появляться сразу. Ребят, мы пошли на этот шаг. Вот, посмотрим на то, как увеличится динамика. Вот. И теперь смотрите, что. У вас появляется реферальная ссылка, вы ее скидываете, и ваши люди тоже заходят в проект, оформляют карты, реферальные ссылки у них появляются сразу же. И дальше появилось еще два статуса – активный и неактивный. Да, особенно, Тань, всей твоей структуре большой привет. Вот. Вы сыграли в этом немалую роль. Вот. Но появились статусы. Смотрите, активный статус и неактивный. Деньги начисляются. Карты оформлять важно. Сделаем еще кнопочку, ребят, куда вы можете вводить свои паспортные данные из себя и смотреть, в каком банке вы еще ни разу не были клиентом. То есть, даже такие напоминалки будут на нашей платформе. Все, чтобы вообще вы просто работали с сетью со своей и получали от этого удовольствие. Мы сами любим работать в удовольствии. Вот. Теперь, есть статус неактивный. Пока вы не оформите нормально карту, не получите ее у того банка, у которого вы не были клиентами, не пойдете на уговоры сотрудника банка поменять вашу карту, не будете думать, что если вы перешли с нашей платформы на банк, а потом зашли на сам банк, выбрали другую карту, то мы как-то должны вообще узнать о том, что вы там делаете на сайте самого банка. То есть, если вы все-таки включите мозг, ребят, на кону миллионы рублей. Все садится, сейчас телефон сядет. Вот. А может быть и миллиарды. Да, если мы с вами сплотимся и начнем нормально, дружно двигаться вперед и охватывать город за городом, ставить систему, проводить презентации, встречаться с вашими людьми, а не только в WhatsApp скидывать ссылочку, иди сам разберись. Ребят, ну банки платят не за то, что вы ссылочку, рефералочку свою скинули в WhatsApp, в группе одноклассников своих, которых не видели 20 лет. С этим сам иди разберись. Ну нет уж, это же работа. Поэтому за эту работу можно получить очень хорошие деньги. Мы с вами в одной лодке сидим, мы с вами в одной команде. Конечно же, мы очень хотим, чтобы у нас у всех все получилось. Поэтому, пожалуйста, оформляйте карты правильно. Выбирайте те классные, которые есть, с мозгами миллионера. Ну не берите вы самые дешевые. Но есть обслуживание в той же карте Тинькофф. Сколько оно стоит? Там 1800 рублей в год. Господи, если вы здесь собрались заработать большие деньги, ну тут на букинге 10% возврата кэшбэка, за путешествие, за все авиабилеты 5%. Ну что, я не в состоянии 1800 заплатить за год. Это вообще какие-то копейки где-то. То есть вы выбираете карту с позиции того, что у вас наладится сейчас классная жизнь. Вы будете жить здорово. Вы выбираете карты из того, что вы любите покупать, а не какая сейчас карта самая дешевая. Ну включите, пожалуйста, голову. Включите голову своих людей. Ну если вы шопоголик, а у вас сейчас нет денег, ну выберите карту. Ну вы же через месяц станете с деньгами. Ну вы понимаете, что вы будете тратить на свои там, не знаю, на косметику. Вы тратите в нормальном состоянии по 10 тысяч рублей в месяц. Ну выберите классную карту. Ну для себя же, родного, любимого вы это действие делаете. Ну что вы как-то странно, каким-то боком заходите к нам, вот, а потом еще жалуетесь, да, что что-то боком все и к вам поворачивается. Вы идите сюда всей душой, и весь мир повернется к вам нужным местом. Помните, что несмотря на то, что мы открыли возможность получения рефералок значительно быстрее, для того чтобы не снижать вашу скорость, но деньги начисляют за оформление продукта, и главное не расстраивайте, что у вас сейчас будет, допустим, там 10 тысяч регистраций, из них 3 тысячи оформленных карт. Это все зависит от того, насколько вы качественно будете работать со своими людьми. У вас может быть 10 тысяч регистраций и 30 тысяч оформленных заявок. И это абсолютно реально. Еще плюс ОСАГО на каждом может быть оформлено, понимаете? То есть все зависит от вашей работы с сетью. Здесь деньги можно получить абсолютно любые, это зависит исключительно от вас. Осталось 40 секунд до окончания прямого эфира. Хочу поблагодарить Юлю вас за то, что пришли. Давайте вместе действительно научимся грамотно работать с этим рынком, научимся грамотно зарабатывать деньги. Уберем инфантильное отношение к себе, к миру и к людям, и все у нас будет очень-очень классно. Уже пока шел прямой эфир, у меня пришло уведомление, что кто-то купил грядки. Так что извини, Юля, с 1 сентября будет.